Летний день, 22 июня, самый длинный в году и на веки памятный. Он будет всегда возвращать нас в 1941-й. Встреча в библиотеке собрала солдатских вдов и детей войны. Эти женщины на себе испытали ужасы и страдания страшных военных лет. Они выстояли, выдержали испытания нелегкой судьбы. Одна из пришедших празднует день рождения, 22 июня. В этом году ей исполнился 91 год. Десять лет у меня была война, началась. Отца взяли на войну. Нас четверо было. Двенадцать, десять, четыре и полтора года у нас всех осталось. И два старика. Ну, работали. Жили огородом. Я пришла на меня в одну деревню. Я вышла там замуж, приезжала сюда в Рязань. У меня сын, где он, где внучь. Молодым надо побольше, конечно. Я бы пожелала, ну, как выразиться, чтобы они были поскромнее, что ли. Вот в автобусе едешь, ни за что не следует. Все сидят и все. Это вот не такие. Вот нет уважения к старшему. Это вот я заметила точно от молодежи. Вот свысока смотрят. Сегодня все делятся своими судьбами. Тамара Федоровна Харланова, председатель областного фонда ветеранов войны и труда, приветствуя подруг, рассказала о своем военном детстве. Отец прошел три войны, умер, когда она была совсем маленькой. Маме пришлось много работать, чтобы вырастить детей. Столкнулись с большими трудностями, которые помогало преодолеть веру в лучшее, поделилась Тамара Федоровна. Замечательно, что проводятся такие встречи. Ежегодно в библиотеке имени Горького приглашают вдов на вечер памяти, вдов погибших на полях сражений, вдов ветеранов, которые прошли войну, прошли эти страшные годы. Для нас это особенно ценно, потому что эти люди, свидетели тех страшных событий, они через себя пронесли эти страшные годы. И тот опыт, который они имеют, бесценный опыт, они могут передать сегодняшним поколениям. Потому что молодые поколения наших соотечественников, они уже не имеют этого опыта. Но память о войне священна, и память о войне позволяет избежать новой войны. В канун памятного дня в этом году удалось установить место гибели 26 рязанцев. Свой последний приют они нашли под Псковом. Теперь их имена увековечены на мемориале, установленном в тех местах, а близкие знают, где похоронены их родные. В память о погибших в годы Великой Отечественной войны отслужили за упокойную литью.